Однажды Иисус пошел в город, называемый Найн, и с ним шли многие из учеников его и множество народов. Когда же он приблизился к городским воротам, тут выносили умершего, единственного сына у матери, а она была вдова. И много народа шло с нею из города. Увидев ее, Господь жалился над нею и сказал ей, не плачь. И подойдя, прикоснулся к кадру, несшие остановились, и он сказал, юноша, себе говорю, встань. Мертвый, поднявшись, сел и стал говорить. И отдал его Иисус матери ему. Иисус совершил чудо. Мать этого юноши представляет собой человека, который совершенно утратил надежду. Она была вдовою, которой умер единственный ребенок. Аллилуйя! Он воскрес. Иисус оживил его. У этой вдовы больше не оставалось надежды. Но вдруг, посреди столь трагичных обстоятельств, она встретила Господа Иисуса. Когда Иисус увидел ее, он исполнился состраданием и захотел ей помочь. Захотел что-то для нее сделать. Кто-то из вас, возможно, сейчас говорит, ну как я могу получить исцеление? Я потерял всякую надежду. Как мне восстановить мою семью? У меня не осталось никакой надежды. Как мне вернуть свою работу? Нет никакой надежды. Кто-то из молодых людей, возможно, говорит, у меня нет никакого будущего. Я не вижу никакого просвета. Мне не на что надеяться. Я молюсь о людях, оказавшихся в такой тяжелой ситуации, чтобы Господь увидел ваши обстоятельства. И чтобы сердце Иисуса исполнилось к вам состраданием. Мы должны помнить, что для Господа Иисуса нет ничего сложного. Для Господа Иисуса нет ничего невозможного. Не говорите Господу, что у вас больше не осталось надежды. Потому что в Господе Иисусе всегда есть надежда. Те, кто видел, как Господь Иисус воскресил мертвого юношу в городе Найен, исполнились благоговением и прославили Бога. Они говорили, Бог посетил этот народ. Воистину, Господь посетил нас. А кто же такой Господь Иисус Христос? Это Бог, пришедший воплоти. И для Бога нет ничего невозможного. Кто из вас хотел бы пережить исцеление в своем теле? Если это вы, пожалуйста, поднимите свои руки. Давайте смелее. Субтитры создавал DimaTorzok В Библии мы видим две фразы, которые произносит Иисус, когда приносит людям исцеление. Первая фраза – «Вера твоя спасла тебя». И после этого человек был исцелен. В Иерихоне был слепой попрошайка. Его звали Варцемей. Он сидел у дороги с протянутой рукой. Когда Иисус со своими учениками выходил из Иерихона, за ним следовало множество народа. Варцемей спросил у сидящего рядом, «А кто это идет? Почему такая суматоха вокруг и столько шума сегодня?» Тот ответил ему, что это идет Иисус из Назарета. Как только Варцемей услышал, что мимо него проходит Иисус из Назарета, сердце его затрепетало внутри него. Он сильно обрадовался, «Потому что уже давно мечтал встретить Господа Иисуса». Затем слепой воскликнул громким голосом, «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» Его вопль не понравился окружающей толпе. Они начали запрещать ему, требовать, чтобы он прекратил кричать. Но Варцемей не обращал на них внимания. «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» Он кричал еще громче. Такой пронзительный крик нельзя было не услышать. Иисус остановился. Господь Иисус остановился, чтобы узнать, кто же его зовет. Он увидел, что у дороги сидит слепой. Он попросил подвезти Варцемея к нему. И теперь тот человек, который запрещал Варцемею кричать, подошел к нему и сказал, «Послушай, не печалься, вопль твоего сердца услышан. Вставай быстрее!» Иисус зовет себя. Варцемей встал, снял с себя старую ветхую одежду, хромая он, подошел к Господу Иисусу. И Господь Иисус спросил его, «Что ты хочешь, чтобы я сделал для тебя?» Варцемей ответил, «Учитель, чтобы мне прозреть! Хочу видеть, Господи!» Иисус сказал ему, «Иди, вера твоя спасла тебя!» И он тотчас прозрел, «Аллилуйя!» Если кто-то из вас желает получить исцеление, если вы хотите получить чудо в свою жизнь, вы должны делать то, что делал Варцемей. У Варцемея была вера. Вы должны верить, что Господь Иисус может вас исцелить. Вы должны искренне попросить Его исцелить вас. Возможно, вам нужно возобить к Нему всем сердцем. Может, вам нужно молиться Господу Иисусу непрестанно, молиться настойчиво, пока ваша молитва не достигнет Господних ушей. Несмотря на то, что многие не пускают вас к Господу, запрещают вам приближаться к Нему. Вы должны продолжать с верой просить Господа. Но помимо этого, вы должны сделать кое-что еще. Прежде чем подойти к Иисусу, Варцемей снял свою старую одежду. Это символ его прежней жизни, его прежнего образа жизни. Подобно Варцемею, вы должны пообещать Господу решительно покончить с прежним образом мышления, оставить старые привычки и начать следовать за Иисусом. Когда Господь Иисус скажет вам, «Вера твоя спасла тебя, вы получите исцеление». И второе, что Иисус говорил людям, когда они принимали исцеление, Он говорил им такие слова, «Прощаются тебе грехи твои». После этого человек был исцелен. А я хочу еще раз спросить вас, кто из вас хотел бы получить свое исцеление? Кому из вас необходимо чудо от Господа? Поднимите ваши руки. Итак, возлюбленные, первое, что вам нужно для получения исцеления, это верить в то, что Господь Иисус может и хочет вас исцелить. И второе, я хотел бы пригласить вас помолиться сейчас вместе со мною. Давайте попросим у Господа прощения. Давайте заглянем внутрь себя, в глубину своего сердца, потому что иногда наши грехи скрытые. Они не лежат на поверхности. Эти скрытые грехи становятся преградой для получения чуда от Господа. Мы должны просить Господа, чтобы Он нас простил, простил нам наши грехи. Если вы тот человек, который хотел бы молиться сейчас вместе со мною, поднимите руки и повторяйте за мною, «Я прихожу к тебе сейчас, Господь Иисус, я предстаю пред тобою и прошу тебя, прости меня, пожалуйста, прости все мои грехи, прости меня, Господь, прости меня, Господь, я верю в твою жертву на кресте, ты умер за меня, ты принял на себя неимоверные страдания, но после этого ты воскрес из мертвых, ты воскрес, и ранами твоими я исцелен, ранами твоими я исцелен, я верю и принимаю твое исцеление». А теперь, для того, чтобы принять Иисуса своим Господом и Спасителем, повторяйте за мною, «Войди в мое сердце, Господь, войди и живи в нем, и прошу, исцели меня». Господь, исцели меня, прошу Тебя, Боже, исцели меня, исцели меня. Я хочу помолиться о вас. Кто из вас имеет телесную болезнь? Поднимите ваши руки и поете вместе со мною. Субтитры создавал DimaTorzok «Вознесите ваши руки». Отче, пусть слова, сказанные слугой твоим, произведут то, для чего они были сказаны. Во имя Иисуса, во имя Иисуса, если вы слепы, прозрите, если вы глухой, да откроет Господь вам уши, хромы да пойдут. Если у вас рак, опухоль, инсульт, и другие заболевания, будьте исцелены, во имя Иисуса. Я хочу помолиться о вас. Кто из вас, возлюбленные братья и сестры, страдает от психических заболеваний? У кого из вас депрессия, и вы не знаете, что делать? Вы совершенно напуганы. Если я говорю о вас, поднимите руку. У кого из вас разрушены или испорчены отношения в семье, нарушены отношения между мужем и женой, между родителями и детьми? Кто из вас столкнулся с проблемой именно такого характера? Кто из вас переживает экономический кризис или у вас проблема с работой? Я хочу помолиться о вас. Поднимите ваши руки. Я хочу помолиться за молодых людей, за тех, кто говорит, «У меня нет будущего, ничего хорошего не ждет меня впереди». Меня ожидает довольно мрачное будущее, без перспективы. «Если вы молодой человек, и это то, что вы переживаете сейчас, я молюсь о вас, Господь, истинно Слово Твое, что враг наш, дьявол, приходит только для того, чтобы украсть убийц и погубить. Но ты, Господь, приходишь для того, чтобы мы имели жизнь и имели с избытком. Примите сейчас то, что дает вам Бог. Примите мир и покой от Бога. Если вы в страхе и не знаете, что вам делать, примите исцеление во имя Иисуса. Пусть исцелятся семьи. Пусть восстановятся отношения между мужем и женой, между родителями и детьми. Во имя Иисуса. Если у вас проблемы с работой, если у вас проблемы финансового характера, примите жизнь с избытком, обильные материальные благословения. Примите полноту финансовых благословений. Боже, ты видишь этих молодых людей. Пошли на них милость свою. Даруй им свой мир. Там, где ты, там всегда есть надежда. Пусть они уповают на тебя, Господь. Пусть они полагаются только лишь на тебя. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok